С нами Митяй Иванов, до конца матча пара минут, но здесь все понятно, уже 8-1 примерно, Гризли обыгрывает Электролиник. Митяй, за счет чего выиграли? Я думаю, что замены появились и показали такую же игру, как на протяжении чемпионата, а не как в прошлый раз с Ангелами. Как оказалось, Ангел это... Да, да, да. Мы не испурили, кстати. На самом деле, первый Ангел, я сразу сказал, просто игры достаточно хорошая игра. Нам было очень тяжело играть в Голе-пазаде. Я скажу, что мы очень ожидаем. В Голе календаря в последнем туре Гризли против Зени. Золотой матч. Вы такой матч уже играли 3 года назад, и там такая же была ситуация, тоже опережали на очко, но надо было выигрывать, либо играть ничью. Дашь прогноз, нет? Ага, ты просто не франкнулась. Ну просто так вот реально попало. Ну там 8 на 8, а здесь все-таки такой формат, можно сказать, и нашел. Как сыграете? Я не буду ничего прогнозировать. Пусть будет ничья победить сильнейшими. Не знаю, если у нас будет состав нормальный, как сегодня, то по силам. А так, не знаю. Я не буду так. Если питерские псы возьмут бронзу, это успех будет для команды или разочарование? Ну по их игре, на самом деле, да, они должны вышивать, какая бронза. Потому что, блин, они достаточно неожидаемо было, что как бы заявляли, считай, второй состав. А получилось, что они достаточно прилично играли. То есть, я считаю, как бы они достойны серебра точно. Ну что, нам нужно обыграть Зеню, они будут вторые. Ну, все просто. Вот, да. Но им еще надо диких ангелов обыграть. Это да. Всякое бывает. Ну, а я думаю, они сделают выводы. Ну, в принципе, да. Против тех же людей, в чем все равно играют. Сделают выводы. Ну да. Ну ладно, Митяй, спасибо большое. Удачи вам, конечно. Спасибо.